Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас на обзоре абсолютно новенький, буквально с пылу с жару планшетный компьютер от компании, которая уже давно зарекомендовала себя как производитель недорогих, но качественных решений в мире портативных ПК. Итак, перед вами Chui HiBook. Однако, отстоит ли он честь компании и сможет ли достойно проявить себя на деле, сейчас мы с вами и разберёмся. Внешний вид устройства однозначно не оставит равнодушными тех людей, для которых облик их любимого девайса играет и не последнюю роль. Планшетный ПК выглядит однозначно неплохо, стильно, в некотором роде минималистично, но при этом его боковые грани просто испещрены всевозможными полезными разъёмами. Корпус нашего девайса алюминиевый, а нижняя его часть так вообще покрыта каким-то резиновым напылением, напоминающим по тактильным ощущениям софт-тач покрытие. На левой боковой грани мы можем обнаружить USB разъём, динамик, слот для карточек памяти, USB Type-C разъём, два разъёма microUSB и микрофон, а также разъём 3,5 мм для подключения наушников. На правой боковой грани красуется ещё один полноценный USB разъём и ещё один динамик. Да, планшет обладает полноценным стереозвуком, но об этом мы поговорим несколько позже. Ну и на верхней крышке нашего планшета красуется основная 5-мегапиксельная камера. Ну что ж, с экстериером нашего подопытного мы разобрались. Хотя нет, подождите, я уже неоднократно упоминал, что у нас на обзоре планшетный ПК, однако показываю вам какой-то непонятный ноутбук. Не увязочка, а дело в том, что Chui Hi-Book это не просто планшет, а самый настоящий трансформер. Экран при желании можно с лёгкостью отделить от клавиатуры и вуаля, перед вами уже классическая таблетка. Прошу заметить, достаточно лёгкая таблетка, а для такой громадины это, разумеется, плюс. Что с автономностью, спросите вы? Подождите, подождите, до этого мы тоже обязательно доберёмся. Что касается клавиатурного блока, то корпус его, повторюсь, полностью алюминиевый. Смотрится стильно и лаконично. Клавиши прожимаются с одинаковым усилием, ничего нигде не скрипит и не отваливается. Тачпад отзывчивый, но пластиковый тут без излишек. Всё-таки это не премиум устройство, а скорее скромный работяга. И да, клавиатурный блок весит буквально в два раза больше самого планшета. Относить это в стан плюсов или минусов решать вам. Chui Hi-Book управляет с подоперационной системой Windows 10. У данной версии окошек много сторонников и противников. Тут всё как всегда, однако я сам пользуюсь десяткой и не могу сказать, что это ужасная ось. Мне нравится, но тут, как говорится, на вкус и цвет. Объём встроенного накопителя у нашего подопытного равен 64 гигабайтам, из которых пользователю доступно 57,6 гигабайта. Благо, встроенную память можно с лёгкостью расширить при помощи карточек памяти и съёмных флэш-накопителей. Что касается железной составляющей устройства, то на борту нашего планшета Boco находится старый добрый 4-х ядерный процессор Intel Atom Z8300, работающий на частоте 1,4 ГГц. На ядро за графику отвечает интегрированная карточка Intel HD Graphic 8-го поколения, оперативной памяти в планшете 4 гигабайта. Ну что ж, для повседневных задач этого хватает за глаза. Интернет-сёрфинг, прослушивание музыки и просмотр видео в 4К даются нашему подопытному. С лёгкостью 4К видео воспроизводится без каких-либо рывков и задержек. Всё плавненько. Использовать данное устройство как мультимедиа комбайн – одно удовольствие. Офисные программы, будь то Word или Excel, тоже идут без каких-либо проблем. Было бы странно, если бы они не запускались, хотя чем чёрт не шутит. Однако, повторюсь, у подобного рода приложений тут всё отлично. Что касается софта потяжелее, для примера возьмём программное обеспечение от компании Adobe Audition, Premiere Pro и Photoshop запускаются без каких-либо проблем. Но вот работать с файлами большого размера, я сейчас говорю конкретно про видео в формате Full HD и выше, да ещё и с кучей эффектов, придачу будет уже весьма проблематично. Всё-таки этот малыш создавался не для таких задач. Ну а сейчас предлагаю вам ознакомиться с результатами тестирования нашего подопытного в некоторых популярных бенчмарках. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Что касается тяжёлых ПК-игр, то некоторые из них прекрасно запускаются. Разумеется, новинками мы чуи сегодня мучить не будем, а вот улдскольные игрушки, да и некоторые современные многопользовательские а-ля World of Tanks идут хоть и на минимальных настройках, но всё-таки идут и с вполне стабильным FPS. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В ЧУИ ХАЙБОК используются два модуля камер, тыльный на 5 и фронтальный на 2 мегапикселя. Качество в обоих случаях среднее, но для устройства подобного уровня вполне приемлемое. При хорошем освещении снимки получаются неплохие, однако стоит отметить, что данные камеры в первую очередь рассчитаны для видеосвязи. Через тот же скайп, например, а не для высокохудожественных работ. Опять же, со мной можно поспорить, так как хорошая камера, это всегда приятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается звучания нашего подопытного, то тут, как я упоминал ранее, ЧУИ ХАЙБОК обладает полноценными стереодинамиками. Звук достаточно громкий, чистый, но, как мне показалось, нескольких частот данным динамикам немножечко не хватает. Но это уже моя личная придирка, и она больше касается моих личных звуковых предпочтений. Так что, отбросив это в сторону, за звук я ставлю твердую пятерку. Звук. 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 Ну что ж, подобрались мы к изюминке нашего героя, а именно к дисплею. Экран планшета – это IPS OGS матрица с диагональю 10,1 дюйм с разрешением 1920 на 1200 точек. Плотность пикселей равна 218 ppi. Да, показатель не самый впечатляющий, однако, поверьте, матрица сама по себе неплохая. Держать экран так близко к глазам, как в случае со смартфоном, вы однозначно не будете, а следовательно и пиксели вам в глаза лезть тоже не станут. Плотность пикселей адекватная, и в целом экранчик смотрится хорошо. Цвета естественные, максимальная яркость отличная, под яркими лучами солнца он выцветает, но не сильно. Текст остаётся читаемым, углы обзора близки к 170 градусам. Ну что ж, настало время подвести итоги. Чуи Хайбок – это достаточно интересный планшет с отличным внешним видом, качественной сборкой, хорошим приятным экраном, стереозвуком, большим количеством всевозможных разъёмов. Да, кому интересно, принтер к данному зверьку подключить можно, и напоследок неплохой автономностью. Планшет прекрасно ведёт себя вдали от розетки, его вполне хватает на полный рабочий день. 3-4 часа просмотра видео при средней яркости, 2 часа интернет-сёрфинга, час работы в офисе, и только после всего этого Чуи попросится на подзарядку. К минусам могу отнести только недостаточную производительность в тяжёлых ресурсоёмких играх. Всё-таки Z8500 в нашем герое смотрелся бы несколько лучше. На этом всё, дорогие друзья, всем огромнейшее спасибо за внимание и поддержку. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал, а также оставить свои комментарии и вопросы под видео. Постараюсь ответить всем, ну и разумеется, посетите нашу группу ВКонтакте, там вы сможете ознакомиться с фотосессией данного устройства, а также там проводится голосование за следующие интересные девайсы для обзора. Ещё раз всем большое спасибо за внимание, пока-пока!